вяжем маленькую бабочку формируем первую петлю провязываем 5 воздушных петель и замыкаем в кольцо глухой петлей в первую воздушную петлю получилось колечко далее провязываем 5 воздушных петель это будет маленькое крылышко и в колечко провязываем столбик без накида нить короткую прокладываем поверх колечко чтобы ее заправить и наша бабочка не распустилась 10 воздушных петель 10 воздушных петель столбик без накида в кольцо следующие 10 воздушных петель в кольцо столбик без накида уже два больших крылышко получилось два больших крылышко еще маленькая 5 воздушных петель столбик без накида в кольцо этой ниточкой можно стянуть а лучше если мы еще заправим на крылышки эту нить начинаем обвязывать крылышко столбик без накида то есть в это колечко из 5 воздушных петель провязываем столбик без накида полустолбик с накидом столбик с одним накидом и и 5 столбиков с двумя накидами 1 2 3 4 5 старайтесь чтобы вас верхняя петля сильно не вытягивалась и столбики располагались вот так плотно и ровно дальше столбик с одним накидом в это же маленькая крылышко полустолбик с накидом и столбик без накида маленькая крылышко нить обрезаем чтобы она нам не мешала и обвязываем большое крылышко для этого мы провяжем столбик без накида полустолбик с накидом столбик с одним накидом с двумя с тремя с четырьмя и 7 столбиков с пятью накидами столбик без накида полустолбик с накидом столбик с одним накидом столбик с двумя накидами столбик с четырьмя накидами столбик с четырьмя накидами следите чтобы верхняя петля была не очень вытянутая и 7 столбиков с пятью накидами вот мы связали 7 столбиков с пятью накидами так пальчиками сдвигаем чтобы у нас поместились оставшиеся столбики 4 накида провязываем столбик с четырьмя накидами далее столбик с тремя накидами столбик с двумя накидами столбик с одним накидом полустолбик с накидом и столбик без накида следующий следующую арочку большое крылышко провязываем аналогичным образом вот мы связали второе крылышко и маленькое крылышко мы обвязываем так же как в начале ряда столбик без накида полустолбик с накидом столбик с одним накидом Plaid 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 полустолбик с накидом и столбик без накида далее по рисунку мы должны обвязывать столбиками без накида вкалывая не под обе полупетли а вкалывая между столбиками то есть вот пропускаем столбик без накида полустолбик с накидом провязываем между столбиками столбик пропускаем и здесь столбик пропускаем и между столбиком без накида и полустолбиком на большом крылышке провязываем столбик без накида то есть мы не за обе полупетли а еще как бы захватываем третью нить вот здесь когда высокие столбики видно вот здесь когда у нас идет полукруг желательно добавить ширины чтобы у нас не сворачивалась крылышко поэтому будем провязывать по два столбика между столбиками это обвязка более жесткая она больше будет держать форму и она выполняет и декоративную роль провязываем до конца крылышко над столбиком без накида этого и этого крылышка мы ничего не провязываем иначе будет много столбиков и будет ну как бы морщинить обвязываем следующие крылышко по одному допустим 4 столбика без накида и дальше пошли в этой верхней части по два столбика если вы добавите проволоку внутри этой обвязки будете прокладывать проволоку как бурдон вам можно будет эти крылышки придавать им разную форму изгибать в разных направлениях очень интересный эффект и уже я пошла по одному столбику 4 последних столбика по одному дальше пропускаем один столбик и один столбик и обвязываем маленькое крылышко столбиками без накида в конце провязываем глухую петлю воздушную петлю и обрезаем нить нам еще нужно связать усики между большими лепестками если хотите можно эти усики вязать в процессе обвязки а можно в конце привязать нить я завязываю обычным простым узлом потом эту нить я буду заправлять в столбики без накида провязываем 10 воздушных петель вяжем столбик без накида начинаем провязывать усики бабочки для этого набираем 10 воздушных петель усики можно связать в процессе обвязки столбиками без накида а можно и потом в конце привязав нить я привязываю обычным узлом потом эту нить я заправлю иглой столбики без накида провязываем 10 воздушных петель в третью воздушную петлю даже в четвертую воздушную петлю провязываем глухую петлю и проходим глухими петлями по воздушным петлям тем самым утолщая нашу цепочку провязываем глухую петлю и дальше 10 воздушных петель только разворачиваем на изнаночную сторону и в четвертую воздушную петлю провязываем глухую петлю и над следующими воздушными петлями провязываем глухие петли в конце воздушную петлю обрезаем нить и смотрим какие у нас усики получились но одно усико у нас по лицевой стороне другой по изнаночной немножко рисунок отличается зато сохраняется вот этот вот изгиб то есть чтобы у нас усы смотрели в разные стороны и этой нитью можно хорошо сформировать когда будем пришивать закреплять ней хорошо сформировать чтобы усики были на месте красиво осмотрелись я прогладила бабочку чтобы она не закрутилась и теперь буду заправлять нити по изнаночной стороне там где у нас столбики без накида то есть правило запоминаем правило всегда заправляем там где самое плотное место обрезали нить и еще остались у нас нити наших усиков можно заправить вовнутрь вовнутрь лепестка и второй усик вторую ниточку смотрите обязательно по лицевой стороне чтобы все было так как вы хотите чтобы все вас устраивало и аккуратно заправляем столбики в обвязку столбики без накида если усики сразу вывязывать в процессе обвязки столбиками они могут у нас крутиться не быть такими как нам нужно а вот когда мы пришили сформировали у нас более ровные получаются а вот не Продолжение следует...